Всем привет, с вами канал Криптоплечо и сегодня я хотел бы вам рассказать о таком проекте как Military Finance. Military Finance это дефиляционный токен, который создан для того, чтобы совершать благотворительность для ветеранов и людей, которые пострадали или принимали участие в военных действиях. Проект позиционирует себя как проект, который был создан ветеранами для ветеранов. По сути мы уже рассматривали не один раз проекты, это сейчас очень популярные дефиляционные проекты, которые связаны с благотворительностью. Этот проект нацелен именно на ветеранов. Что можно сказать о самом токене и о токеномике проекта? В принципе тут все стандартно, как и для любого дефиляционного токена. С помощью налога и сжигания растет ликвидность и холдеры получают обратное вознаграждение за счет каждой транзакции, которая происходит в системе. Что мы видим по эмиссии? Общая эмиссия токена 1 триллион токенов. Очень большая эмиссия. Что касается налогов, в принципе комиссии, комиссия составляет 8% от одной транзакции, 5% возвращается в холдинг, холдером и 3% идет на поддержание ликвидности. Сами 5%, которые возвращаются холдером, то есть если вы держите этот токен у себя на кошельке, просто держите, ничего не делаете, при любой транзакции, которая происходит в системе, вы получаете 5% от этой транзакции. В принципе это очень даже заманчиво. И что касается цели проекта, то есть благотворительности, то есть 75% будет идти на благотворительные организации топовые, которые они выбрали, 15% будет идти на производство и 10% будет уходить на маркетинговые цели и маркетинговые планы проекта. Мы видим, что в дорожной карте, в принципе, дорожная карта разбита на 3 шага. В первом шаге большую часть занимает какие-то маркетинговые действия, сбор пожертвований, проведение различных еженедельных ама, дискорд стримов, проведение аудитов у Цертик и разработка White Paper, доработка его. Второй шаг в себе содержит листинги на различных биржах, интеграцию с Binance Smart Chain, добавление NFT майнинга, подробностей нет, но, видимо, хотят добавить какой-то NFT. Ну и третий шаг тоже содержит какие-то партнерские договоренности насчет NDA, доработка DApp платформы для пожертвований, опять же, работа с NFT, форкинг и прочие-прочие вещи. В команде представлены 4 человека, основатель, разработчик, консультант, консультант и маркетинговый директор. В принципе, в команде на самом деле более 20 человек, но остальных почему-то они скрыли и делают акцент на том, что они засекречены, возможно, в этом есть какой-то смысл, но на сайте мы видим 4 человека, видимо, ветераны-основатели данного проекта. Что касается самого токена и как его можно купить, так как это токен, работающий на Binance Smart Chain, BIP20 токен, его можно купить на PancakeSwap, как и любой токен, в принципе, перейдя туда и найдя его, импортируя. А также можно купить на BitMart. Вы можете установить приложение BitMart, оно есть и для iOS, и для Android, в принципе. Далее, вторым шагом является выбор криптовалюты, за которую вы хотите купить криптовалюту MIL. Да, аббревиатура у Military Finance MIL, да, вы будете искать. Ну и третий шаг – это покупка. Если вам удобнее работать с PancakeSwap, вы можете проделать то же самое на PancakeSwap, но, в принципе, я вижу, что на BitMart стандартный интерфейс любой биржи очень похожий на Binance, поэтому, если PancakeSwap создает у вас какие-то трудности, возможно, потому что там иногда нужны подтверждения, иногда за импорт нужно доплатить, вы можете воспользоваться приложением BitMart или перейти на сайт биржи BitMart. Хотелось бы еще рассказать про партнеров топовых, да, это организации благотворительные, которые помогают ветеранам, с которыми проект будет сотрудничать. Это такая организация, как Тая и Крис Кейл Фондейшн, Джоин Делли и Мейджор Эд, так как это тоже благотворительная организация американская для ветеранов, и Uncommon Grid Фондейшн. В принципе, все эти организации имеют собственные сайты, можно перейти посмотреть, посчитать больше. И хотелось бы выделить несколько новостей, а точнее одну, был проведен уже первая передача пожертвований, то есть 20 тысяч долларов были переданы благотворительному фонду. Ну, а на этом, в принципе, ребята, у меня все, вот такой вот очередной дефиляционный проект, который, в принципе, очень похож на хороший настоящий проект, но всегда есть риск того, что это может быть скам, поэтому будьте осторожны, будьте аккуратны. Свершая какие-либо инвестиции, всегда думайте, оценивайте риски. С вами был канал Криптоплечо, до свидания.